Садия Акокоба учится в третьем классе второй столичной школы. Темой ее исследовательской работы стала пчела породы абхазянка, известная своей продуктивностью, миролюбием и другими ценными качествами. Как наглядное пособие, Садия принесла мед, произведенный той самой абхазянкой. Эта тема мне близка, потому что у меня в деревне была пасека, и я приезжала туда летом. Но била наблюдать за пчелами, как они работают, не раз видела, как снимают мед. Мне всегда хотелось узнать побольше об этой пчеле, и когда я услышала о проекте, очень обрадовалась. Проект помог мне провести небольшое исследование. В мире есть очень много пчел. Наша абхазянка отличается от них своим длинным хоботком. Именно благодаря хоботку длиной от 4 до 8 мм абхазянка добывает из потайных уголков светочных чашечек. Очень редко, чтобы она кусалась, но она хорошая, очень продуктивная. История, культура, традиции, флора и фауна нашей страны. Темы исследовательских работ были очень разнообразны. Конкурс объединил 50 учащихся начальных классов столичных школ. Я просто всегда не отказываюсь от всяких конкурсов, ну и побеждаю, не побеждаю. И вот что, нам предложили сделать исследовательскую работу. А какую тему ты выбрала? Эвкалипт – защитник людей. А почему ты именно эту тему выбрала? Потому что эвкалипт – это очень полезное дерево, очень уникальное. Из него могут делать всякие отвары, лекарства и даже масляные эфиры. Тема моего доклада – это краснокнижный кавказский труп. Этого животного на земле осталось более 16 тысяч особей. И он занесен в красную книгу. Я хочу сделать так, чтобы этот вид не исчез и не был в красной книге. А что для этого надо делать? Для этого надо оберегать окружающую среду. Творческая подача и интересное содержание. Некоторые факты исследований стали открытием и для взрослых. Тема – колокольчик удивительный. Он удивительный в тем, что он растет только в Абхазии. На голых скалах, на вершинах гор, на голых скалах. А ты сама видела такой колокольчик? Нет, но у меня есть его фотки. Хочешь, наверное, увидеть, да? Да. Если прижать ее к уху, то можно услышать шум. И я думаю, что многие ребята согласились, что там слышно шум моря. А чего же мы там слышим шум моря? На самом деле, это просто теория связи шума в ракушке и шума, окружающего нас в мире. И звук ракушки происходит от того, когда вокруг нас есть шум моря. Шум просто вокруг лес. Главной задачей конкурса – формирование духовно-нравственных качеств, развитие патриотизма и творческих способностей. Конкурс был организован по инициативе метод объединения начальных классов города Сухум при поддержке столичного управления образования. Каждый ребенок по своей природе – исследователь. И это является движущейся силой развития его. На данном конкурсе ребята представляют свои исследовательские работы по краеведению, в которых они проявляют свою любовь к родине, свое чувство любви. Задание было дано заранее, и каждый ребенок работал над своей темой. И сегодня они защищают свои темы. В каждой работе есть практическая, теоретическая и практическая часть. А сегодня они должны рассказать о своей работе и представить всем значимость своей работы. Это очень важное мероприятие, и думаю, что оно станет доброй традицией на многие годы. Победителями конкурса стали 10 учащихся. Их наградили дипломами. Все участники получили в подарок грамоты и книги.